Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами приготовим очень нежный, вкусный и простое в приготовлении рулет Баунти. Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Рецепт у нас приготовления рулета Баунти. Лично я могу Баунти съесть очень много. Я могу съесть один батончик, еще один. Это просто райское наслаждение. А почему нам бы с вами вместе не приготовить такой рулет? Это возможно. Для этого нужны очень простые продукты. Нужно печенье взять. Печенье можно взять юбилейное или топленое молоко. Оно должно очень-очень легко ломаться, чтобы нам его переработать в крошку. Буквально оно может быть рассыпчатым, свежим. Также для нашего рецепта нам понадобится какао, кокосовая стружка, сахарная пудра, 150 граммов сливочного масла. И вот чуть больше полстакана, 150 миллилитров мы берем горячей воды. Я приступаю к рецепту. Нам нужно с вами измельчить печенье в мелкую-мелкую крошку. Это возможно либо применить комбайн, либо взять блендер, как в нашем случае. И очень-очень мелко, вот прям до крошки, измельчить печенье. Да, у нас не получилась крошка, у нас получилась пыль или мука. Именно из такой муки нам нужно будет с вами приготовить тесто. Вот такое оно должно быть. Если у вас нет комбайна или нет блендера, можно в принципе на терке перетереть. Сюда я добавляю 3 столовых ложки какао. Ну вот я считаю, что на каждые 100 грамм, если вы захотите вдруг большой рулет сделать, нужно добавлять 1 столовую ложку какао. Так, 2, 3. Также я все тщательно как следует перемешиваю все тухие ингредиенты. Так, чтобы у нас примерно была однородность. И начинаю готовить тесто. Тесто готовится достаточно просто. Мы просто должны его вот залить горячей водой. Собираю все вот эти крошечки, собираю какао и замешиваю. Вот. Выливаю всю воду. Нам нужно, чтобы просто вот получился ком-тесто. Там хорошо собирается. Вот так быстро можно приготовить вот такое шикарное, вкусное баунтик, о котором мы мечтаем. Сейчас я буду собирать рукой это тесто. Вот оно очень хорошо собирается. Дам ему постоять, чтобы вот оно у нас дошло, чтобы вот все крошечки наши, все печенье, все подсобиралось. Вот такое тесто у нас получилось. Ему нужно дать постоять, чтобы оно не так прилипало к рукам. Настоялось и стало немножечко-немножечко поплотнее. Примерно это займет минут 20. Пока наше тесто будет стоять, мы с вами приготовим начинку. Начинка у нас будет состоять из кокосовой стружки. Нам ее понадобится на наш рецепт 50-60 граммов. И понадобится 150 граммов сливочного масла. Также мы берем сахарную пудру. Либо 6 столовых ложек, либо 150 граммов. Для крема мы обязательно должны быть взять размягченное сливочное масло. Вот я заранее не побеспокоилась. Мне пришлось его немножко подрезать, чтобы оно стало мягким. Так, чтобы нам было удобно с ним работать. Я его выкладываю в миску. Высыпаю 150 граммов сахарной пудры, либо 6 столовых ложек. Ну, если нет сахарной пудры, в принципе, можно и взять сахар. Просто работать с ним несколько дольше придется. Сахарная пудра быстрее превращается в крем. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6 столовых ложечек мы положили. И сразу же я высыплю кокосовую стружку. Нам нужно будет сейчас все это превратить в однородную массу, в крем. Просто миксером я взбиваю все и довожу до однородности. Крем наш готов. Я попробовала. Очень-очень вкусно. И думаю, как бы его не съесть раньше времени. Так, нам сейчас нужно разложить тесто. Тесто обязательно мы выкладываем на пищевую пленку. Если нет пленки, значит, можно обойтись просто целотановым мешком. Почему нам нужна пленка? Потому что тесто достаточно мягкое. И его нужно будет завернуть в рулет. На пищевую пленку я должна выложить наше тесто. Так, оно у нас здесь полежало. Вот такое вот стало более-менее липкое. И как бы остыло. И то, что нужно. Пропорция очень хорошая. Поэтому пользуйтесь. Нам нужно будет сейчас вот разложить наше тесто. Вот по толщине где-то, наверное, полсантиметра. Так, чтобы вот наш рулет был достаточно тонкий. И в нем было достаточно много таких вот завитков. Я делаю рукой до того времени, пока это возможно. Потом могу воспользоваться скалкой. Пожалуй, воспользуюсь, чтобы так вот более-менее ровненько было. Форму можно брать и делать любую. Но вот желательно, если мы делаем в рулете, то форма, конечно же, должна быть прямоугольной. Так, я воспользуюсь скалочкой. Разравниваю. От серединки к краям. Вот так, чтобы наш рулет принял такую нам нужную форму. Вот эти вот края я немного срезала для удобства. И немножко я их вот так вот подложу, пожалуй, вот сюда вперед. Оно очень тесто хорошо лепится. Буквально как пластилин. Подложу и немножко дальше раскатаю. Так вот, примерно как заплаточку сделаю здесь. Руками оно очень хорошо вот тут слепилось. Практически ничего не видно. Процесс творческий, достаточно быстрый. Что такое чудо, мы можем с вами вот за такое быстрое время сделать. А самое главное, баунти, рулет, он такой вкусный. И как бы, вот, пожалуйста, вот ждете кого-то к чаю, пожалуйста, его можно приготовить. Прям быстренько. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем больше у вас будет витков. И тем интереснее будет, как бы, рулет. Я раскатала примерно 0,5 см. И мы сейчас будем с вами выкладывать начинку. Я выкладываю крем. Крем я выкладываю весь. Я не знаю, почему, но у меня вот бывают такие приступы. Вот как сладкого сильно-сильно захочется. И прям невозможно отказаться от этого. Вот это именно тот случай, когда вы можете себе позволить вот дома приготовить такое вкусное рулет, такое вкусное лакомство. Крем я разношу, раскладываю вилочкой. Примерно тоже аккуратненько, равномерно, никуда не торопясь. И хочу заметить, что вот лучше всего края не домазывать. Потому что вот во время того, как мы будем заворачивать рулет, чтобы у нас крем, он не вышел наружу и не испортил вот красивое блюдо, как бы, чтобы было и вкусно, и красиво. Итак, мы с вами разложили крем. Вот у нас такой замечательный он. И нам нужно сейчас это все будет завернуть в рулет. Закручивается это достаточно просто. Мы берем одну сторону, накладываем на другую. Вот потихонечку, понемножку делаем такой завиток. И как бы начинаем закручивать. Аккуратненько вот завиток этот формируем. Чтобы у нас здесь вот так вот кругляшом сразу же он пошел. Чтобы не просто вот, а задать ему форму круглого рулета. И вот таким способом я начинаю заворачивать. Заворачивать достаточно легко. Никаких сложностей нету. Просто вот я завернула и немножечко подправила рулетик. Аккуратненько. Так, чтобы он у нас был такой плотненький. Не давить я его не собираюсь. Просто плотненько закручиваю. Чтобы вот ни в коем случае наша начинка не пошла по бокам. Вот так вот легко он готовится. Достаточно. Никаких сложностей нет. Вот такой рулет мы с вами сделали. И сейчас нам нужно будет немножечко его подреставрировать или подделать. Для того, чтобы нам его положить вот в морозилочку. Создать ему такой, как сказать, аппетитный вид. Конечно, он безусловно вкусный. Но доработать мы его должны немножко края завернуть. Они мягкие. Как пластилин. Легко с ними работать. Аккуратненько я формирую вот эти бока. Чтобы у нас вот такой мини рулетик с вами получился. Достаточно красивый. Так. И сейчас нам нужно будет убрать это в морозилку. Ну вот я считаю, что на часик надо обязательно убрать. Обязательно я буду заворачивать пленочку. Вот так быстро мы с вами приготовили. Я думаю, что стоит попробовать легко, просто и очень-очень вкусно. Так. Рулет у нас достаточно нежный. Поэтому сверху я вот так вот пленочку одеваю. И его переворачиваю. Просто переворачиваю. А нижнюю пленочку просто снимаю. Так. Заворачиваю. И убираю в морозилку. Как я уже сказала, убираю примерно на 1 час. Вот так вот. Края заворачиваю. И несу в морозилочку. Прошло чуть меньше часа. Рулет в морозилке у нас хорошо подморозился. И я начинаю его нарезать. Нарезается он легко. Те кусочки, которые вам нужно, я примерно вот чуть больше сантиметра нарезаю. Аромат, конечно, идет очень-очень приятный. Чувствуется рука профессионала. В принципе, рецепт достаточно простой. И очень-очень удачный. Если вы готовите такой рулет впервые, то никакой сложности абсолютно нет. Понравится буквально всем. Простой в приготовлении. А самое главное, очень сытный. Вот к нам сейчас приедут сваты. И на десерт мы их угасим вот таким замечательным, вкусным рулетом. Конечно, для себя вот этот кусочек я оставлю, припрячу. Сверху можно украсить кокосовой стружкой, по желанию, если хотите. И можно подавать на стол. Вкусно, оригинально и просто. Пожалуйста, готовьте по нашим рецептам. Приятного аппетита! Ставьте, пожалуйста, лайки. И подписывайтесь на наш канал. Найди свой рецепт. До новых встреч!